Субтитры подогнал «Симон» Наступил последний месяц лета. Скоро закончатся каникулы и Волгоградские учебные заведения вновь распахнут двери для своих воспитанников. В преддверии нового учебного сезона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, главной темой которого стала подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В зданиях образовательных учреждений на плановой основе проводится замена окон, ремонт кровель. В школах области также выполняются работы по дополнительному освещению учебных классов, кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортивных площадок. На эти цели из бюджета в этом году мы выделили более 600 миллионов рублей. Порядка половины плановых работ уже выполнено. Также в регионе ведется активная работа по строительству новых учебных заведений. Там юные волгоградцы смогут получать образование в комфортных и современных условиях. 1 сентября текущего года новая школа на 1000 мест в Красноомельском районе города Волгограда примет первых учеников, откроет свои двери для воспитанников новой детской сады в Михайловке и в Волоском. Новый Кванториум уже пятый у нас в области, а также 96 вновь созданных центров цифрового и гуманитарного образования, точка роста в сельских школах, представят возможность детям и подросткам получать новые знания и навыки. В рамках подготовки все учебные заведения должны выработать план действий при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также выплатить учителям все предусмотренные законом доплаты. Отметим, работы по подготовке школы детских садов к новому учебному году завершатся до 30 августа 2022 года. «Давай, давай лечиться!» призывала героиня известного детского мультфильма. Теперь, благодаря новой рентгеновской системе, юные пациенты травматологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи номер 7 будут получать еще более профессиональную медицинскую помощь и идти лечиться с улыбкой на лице. «Нам поступила новая СДУГа, электронно-оптический преобразователь, то есть позволяет выполнять закрытые операции различных сегментов и различные локализации именно закрыто, то есть без разреза. То есть по сравнению со старой дугой она именно по современию, что позволяет новые возможности, много новых режимов, ну и в принципе значительно упрощает работу, нежели было ранее. То есть, соответственно, качество медицинской помощи у нас значительно выросло». Новая интрооперационная рентгеновская система с цифровым плоскопанельным детектором заменила старую установку. Оборудование обладает частотой до 30 рентгеновских кадров в секунду, имеет минимальную лучевую нагрузку и позволяет развернуть угол видения на 180 градусов. Благодаря этому врачи могут проводить сложнейшие операции. За сутки ДУГу используют примерно 8 раз. Чтобы специалисты не подверглись чрезмерному излучению, перед входом в операционную они надевают специальную защиту. «Имеется защитное оборудование, то есть свинцовые фартуки, ошейники, так называемые шапочки. То есть все для того, чтобы защитить работающих травматологов от излучения». По информации областного министерства здравоохранения, с помощью рентгеновского оборудования в клинической больнице номер 7 ежегодно проводится более полутора тысяч операций, куда доставляют детей с самыми тяжелыми травмами. «Первые 24 часа сюда доставляются дети, самые тяжелые, которые не только имеют травму скелетную, но и имеют также черепно-мозговую травму и травму внутренних органов. Потому что это детский хирургический корпус, он много профилей. Здесь у нас и нейрохирурги, и хирурги, и каракальные хирурги, и реанимационные органы». Отметим, в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в больнице номер 7 сделали капитальный ремонт и открыли диагностический центр. Также в планах построить новый реабилитационный корпус. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Совсем скоро образовательное учреждение Волжского откроет двери для своих воспитанников. Готовность школы детских садов к учебному сезону проинспектировал глава города Игорь Воронин. «Мы смотрели комплексно и как работают областные, городские, федеральные программы. Но вы знаете, все равно основной акцент, конечно, на то, как умело наши руководители используют этот ресурс. Вот очень важно все-таки, я вот даже через сегодняшнее общение с вами хочу и к Волжану обратиться, очень важно эффективно использовать те средства, которые к нам приходят. Не важно откуда. Важно их по-деловому использовать». Первым объектом проверки стал детский сад номер 102. В прошлом году там заменили асфальт и начали, а в этом году продолжили замену оконных блоков. Также на средства из городского бюджета там закупили музыкальное оборудование. А за счет гранта удалось построить на территории сада спортивную площадку. «Проведена работа большая в детском саду и в целом, я думаю, уверен даже, что и в других общеобразовательных учреждениях, и дошкольных образовательных учреждениях проведена большая работа огромная по подготовке к новому учебному году. И 1 сентября ребята с радостью, с отличным настроением начнут новый учебный год». Во втором корпусе школы номер 19 был проведен капитальный ремонт. 65 миллионов рублей для усиления отдельных элементов конструкции были выделены в рамках трехлетней программы развития Волжского, принятой к 65-летнему юбилею. И вот теперь корпус готов принять 500 учеников начальной школы, чтобы они смогли получать знания в комфортных и современных условиях. «Оз основных работ было усиление стальных конструкций, потому что дань была у нас аварийным, левое и правое крыло, из-за этого пришлось нам закрыть и детей, всю начальную школу перейти в основной корпус здания. И остальные работы были сопутствующие, это малярка, отделка помещений, два года мы делали этот корпус». Отметим, активная работа по подготовке к учебному году проводится и в других образовательных учреждениях Волжского. Так, в рамках программы развития образования Волгоградской области в 2022 году заменили окна в 64 объектах, в семи учреждениях отремонтировали кровлю, а в пять школ уже поступила необходимая учебная литература. Подготовка к учебному сезону будет завершена до конца августа. Анжела Умбетова, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-1». На Волгоградских полях вовсю идет сбор урожая. В регионе установились высокие температуры, и малейшая неосторожность может привести к пожару и гибели зерна. Ежегодно в этот период инспекторы Государственного пожарного назора контролируют уборочную кампанию. Вся техника, принимающая участие в уборке урожая, должна быть исправной, оборудована искрогасителями, а также первичными средствами пожаротушения. Заправку техники необходимо производить на удаленных участках на негорючих основаниях. Особое внимание уделяется профилактическим работам на землях сельхозназначения и в населенных пунктах. Мы делаем следующее. То есть опахиваем полностью поля. При начале работ делается следующая процедура. То есть мы обязательно делим каждое поле на клетки. Клетки делаются прокосами, комбайн проходит, затем проходят трактора с плугом. Отбивается таким образом возможность движения огня в случае возникновения пожара. Пожарные проводят профилактические работы с фермерами. Дают рекомендации, как обезопасить себя и урожай от угрозы возникновения огня. Важно устанавливать охрану хлебных массивов, особенно в сухую погоду. Скошенную траву необходимо складывать в копные не ближе 30 метров от хлебных массивов. А скошенный хлеб с прокосов должен немедленно убираться. Совместно с органами надзорной деятельности и профилактической работы по городичному, дубовскому, лавлинскому районам мы постоянно сотрудничаем и проводим профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности. Мы проводим беседы с собственниками и реандаторами сельскохозяйственных угодий для того, чтобы предотвратить возгорание, для того, чтобы предотвратить ландшафтные пожары и не привело это к большим возгораниям и потере урожая. Как отмечают специалисты, в основной массе руководители аграрных предприятий следят за безопасностью веренных им угодий и проводят все необходимые мероприятия для защиты урожая на полях, а также сельскохозяйственной техники. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Волгоградской области. На текущий момент волгоградские аграрии собрали более 4 миллионов тонн зерна. По подсчетам, это на целый миллион больше, чем в прошлом году в это же время. По сообщениям областного комитета сельского хозяйства, увеличить количество собранного урожая удалось благодаря проведенной подкормке и защите растений, использованию современных агротехнологий, обновлению машино-тракторного парка, грамотному подходу к севу и обеспечению агрария в дополнительной государственной поддержке. Лидером по количеству собранного зерна по-прежнему остается Октябрьский район. Там собрано почти 300 тысяч тонн. Напомним, на прошлой неделе в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратил внимание на необходимость своевременной уборки урожая в зависимости от погодных условий. Уборочная кампания 2022 года посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. По информации регионального комитета по развитию туризма, в Волгограде разработали более 40 патриотических маршрутов по наиболее известным достопримечательностям города, связанным с историей Сталинградской битвы. Волгоградцы гости города могут выбрать однодневный маршрут и посетить, например, мемориальный комплекс с героем Сталинградской битвы на Вомаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва» или многодневный тур и поехать в область к памятнику Алексею Моресьеву в Камышине, посетить город воинской славы Калач-на-Дону. Отправиться в патриотическое путешествие можно самостоятельно или в составе организованной группы. Более подробная информация о турах находится на сайте регионального туристического информационного центра. Администрация Волгоградской области отмечает, что такие патриотические маршруты будут особенно популярны в связи с 80-летним юбилеем победы в Сталинградской битве. Жаркая летняя погода, прохладный ветерок, красивый вид на Волгу и небольшая компания творческих людей – вот основные условия для проведения экскурсий в новом формате в рамках проекта «Туристический пленер». Сегодняшний проект – это один из наших новых предложений, это, скажем так, некий концепт-проект. Это не совсем экскурсия, это скорее удивительный вид досуга, потому что он совмещает в себя сразу и экскурсию, и отдых, и развлечение, и новые компетенции, и какой-то интерактив с экскурсоводом. Первой частью досуга стала экскурсия. Волгоградцам рассказали об истории центральной набережной 62-й армии и о таком направлении в архитектуре, как сталинский ампир. Набережная имеет очень длинную историю. Первые попытки благоустроить берег Волги начали предприниматься еще в начале 20-го века, но из-за весеннего паводка в 1913 году все было уничтожено. Надо сказать, что вот эта открытая зона центральной набережной, она, конечно же, существовала и в предвоенные годы, и в довоенные годы. Вот в 1940 году эта набережная называлась имени Сталина, естественно, чуть раньше имени Степана Разина, ну а до этого еще во времена Царицына, это начало 20-го века, у нее не было никакого названия. Несколько раз менялся и проект строительства центральной набережной Волгограда, но в каждый промежуток времени ее создавали лучшие архитекторы СССР. Сам этот ансамбль центральной набережной создавали лучшие архитекторы Советского Союза, по крайней мере, очень яркие. Это прежде всего Каруа Лабян, хотя он непосредственно занимался генпланом, народный архитектор Советского Союза. Потом здесь с 44-го года, то есть еще с военных времен, по 59-й год работал Василий Симбирцев. В 1952 году набережную отстроили после войны, и как раз в это время построили центральную лестницу и симметричные восьмиколонные пропеллеи. Наши пропеллеи, да, они прекрасные. А кстати, знаете, что они символизировали? Для чего? То есть я сказал, что это парадный вход в город со стороны Волги, потому что архитекторами тогда задумывалось, что люди, туристы, многочисленные туристы, миллионы, которые будут приезжать после войны в Сталинград, они будут приплывать на теплоходах, подниматься по лестнице, проходить пешком по сразу же построенной пешеходной улице Аллеи Героев, подходить к Вечному огню и затем подходить к Дому Советов. Ну и теперь люди приходят к храму. Второй частью стал интерактив. Профессиональный художник рассказал и показал волгоградцам, как можно нарисовать пропеллеи в технике скетчинг – быстрое рисование. Говоря про пропеллеи, да, вот у меня здесь пример, в котором совокупность и линий, и пятна, да, то есть линии мы видим направляющие, мы видим вертикали, горизонтали, но при этом есть и тоновой рисунок, тон, да, свет, тень. В одном из самых красивых мест Волгограда проходит культурное мероприятие. Волгоградцам рассказали о строительстве центральной набережной, а теперь учат рисовать пропеллеи. Давайте и мы с вами попробуем. С чего лучше начинать? Ну, хочется сказать, что, чтобы мы не рисовали, прежде всего, ну, нужно разместить сам объект в листе, да, что это значит. Мы должны определить его границы, да, где он будет заканчиваться сверху, снизу и примерно по бокам, да. Чтобы нарисовать рисунок, участникам отводилось всего 10 минут. За это время нужно было прорисовать основные линии, тени и детали. Слушайте, ну, мне кажется, в следующий раз получился очень хороший результат. Давайте сравним. Пропеллеи попробовали нарисовать все участники экскурсии. Среди них были те, кто почти не берет в руки карандаш, и те, кто рисует профессионально. Очень понравилось. Вообще первый раз в жизни рисую. На улице, если честно, это очень здорово. Я вдохновилась тем, что появилось желание рисовать и приходить сюда, потому что и погода позволяет, и желание есть. И архитектура нашего города позволяет то, чтобы это все перенести на бумагу. Так что желаю всем тоже посещать и приходить на экскурсии и вдохновляться нашей архитектурой города. Анжела Умбетова, Варвара Землякова, Вадим Шабанов. Телеканал «Волгоград-1». Волжский трубный завод стал победителем 19-го отраслевого конкурса предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной активности за 2021 год в номинации «Развитие персонала». Конкурс проводится ежегодно. В этом году в нем принимали участие 58 предприятий, среди них занимающиеся черной и цветной металлургией, горнодобывающие, огнеупорные, сервисные, ремонтные и ювелирные. Организаторами являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз. Победители и активных участников конкурса в торжественной обстановке наградили дипломами. Напомним, Волжский трубный завод начал работу в 1970 году. Он специализируется на производстве бесшовных труб различных отраслей, в том числе нефтегазовой и химической. Предприятие уже не раз получало высокую оценку от экспертов на конкурсах федерального уровня. Сотрудники Дорожного надзора Волгоградской госавтоинспекции проверили состояние технических средств организации дорожного движения в центральном районе города. Было выявлено несколько нарушений. Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров ветками деревьев, повреждение или отсутствие дорожных знаков и отсутствие необходимой горизонтальной разметки на асфальтовом покрытии. Перечисленные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью не только водителей транспорта, но и пешеходов. Выявлены многочисленные нарушения. Это и ограничение видимости дорожных знаков и светофоров с зелеными насаждениями, и потери светоотражающих свойств. При этом даже не требуется использование каких-либо специальных приборов по внешнему виду знаков. Видно, что они потеряли полностью светотехнические характеристики, требованиям стандарта не соответствуют. Также не обеспечена нормативная видимость, которая должна составлять не менее 100 метров в населенном пункте. Вся информация о недостатках уличной дорожной сети направлена в городскую администрацию. На посту ДПС в Средняхтубинском районе волгоградские полицейские провели профилактическое мероприятие под названием «Мой ребенок в безопасности». Водителям раздавали памятки с полезной информацией. Напоминали о том, что перевозить детей необходимо только пристегнув ремни безопасности или посадив в детское кресло. Вблизи детских учреждений соблюдать безопасную скорость движения и, конечно, быть предельно внимательными за рулем. А также волгоградцам рассказали, как правильно выбрать и установить детское удерживающее устройство. С начала этого года у нас произошло на территории области 12 ДТП, в котором 14 детей пострадало. С целью профилактики дорожного происшествия сегодня проводилось совместное мероприятие с инспектором по делам несовершеннолетних регионального главка. Проводились беседы с водителями профилактические с целью недопущения нарушений перевозки детей, чтобы снизить аварийность. В Красноармейском районе Волгограда в прошедшие выходные сотрудники ГИБДД провели рейд по предупреждению грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе профилактического мероприятия были выявлены десятки нарушителей. Административные штрафы от полутора до двух тысяч рублей выписаны десяти водителям, которые не уступили дорогу пешеходам на установленных переходах. 21 водителя привлекли из-за использования недопустимого тонирования стекол. Один из нарушителей оштрафован за это уже во второй раз. Судьбу 20-летнего водителя ВАЗа за тонированные передние боковые стекла автомобиля будет решать суд. Во время рейда полицейские, остановив Газель, обнаружили там 24 гражданин Узбекистана без регистрации. В трех автомобилях при перевозке несовершеннолетних отсутствовали детские кресла, за что нарушители заплатят административный штраф в размере трех тысяч рублей. Четыре водителя в рамках операции «Маяк» не предоставили преимущества движения спецтранспорту с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. По итогам аттестации лучших линейных руководителей Болжского трубного завода удостоили корпоративного звания мастер первого класса и мастер второго класса. Лучшим признан ведущий специалист по охране труда ВТЗ Артем Махонин. Ранее он стал первым на региональном этапе конкурса и на конкурсе в Южном федеральном округе. Специалист Волжского трубного завода представил на соревнованиях передовые технологии, применяемые на предприятии, систему по обучению и аттестации сотрудников правилам охраны труда и промышленной безопасности с помощью VR-класса и VR-тренажера «Полигон безопасности». Артем Махонин вот уже 13 лет профессионально занимается решением вопросов безопасности труда на ВТЗ. По его мнению, за такими технологиями будущее. Отметим, что предприятие ежегодно присваивает ведущим руководителям завода классы профмастерства. Таким образом, повышая развитие высокой культуры производства. Мастера, получившие звание, в течение года будут получать денежную надбаку к зарплате. Первый пожарно-спасательный отряд главного управления МЧС России по Волгоградской области провел пожарно-тактические учения по ликвидации пожара на территории Дома культуры в рабочем поселке Горьковский. В ходе учения были отработаны навыки тушения огня на объекте с массовым пребыванием людей, а также взаимодействия с администрацией учреждения для эвакуации, посетителей и персонала. По замыслу, условный пожар произошел в результате неисправности электропроводки. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего и в кратчайшие сроки потушили огонь. Для этого были задействованы 25 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Морским судам быть! 30 октября 1696 года Боярская дума по настоянию Петра I приняла постановление о создании флота в российском государстве. И вот уже 326 лет он защищает Россию наряду с сухопутной армией. Традиционно в последнее воскресенье июля в нашей стране отмечают День военно-морского флота. В этом году он пришелся на 31 июля. От имени ветеранской организации ветераны военно-морского флота я хочу поздравить всех представителей военно-морского флота. В первую очередь ветеранов, которые служили, воевали и которые на сегодняшний день находятся в запасе, в отставке и которые непосредственно служат. Всем желаю добра, здоровья и успехов в их дальнейшей жизни. Этот праздничный день ветераны военно-морского флота, Волжской военной флотилии, речного флота, воспитанники детского морского центра, учащиеся Волгоградского техникума водного транспорта и представители администрации начали с митинга, посвященного морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все причастные собрались у мемориального комплекса бронекатер БК-31, почтили память погибших минуты молчания и возложили цветы к памятной доске морякам Волжской военной флотилии. В период Великой Отечественной войны военно-морской флот осуществлял задачу как по обороне города Сталинграда, так и в целом страны в целом. К огромному сожалению, много моряков погибли, которые лежат на дне морей и океанов, в том числе и на дне Волги. И мы их помним, мы чтим, поэтому мы, возлагая цветы, отдаем память тем, которых нет в живых. Отдав дань памяти погибшим защитникам Родины, ветераны военно-морского флота вспомнили и о своих сослуживцах. Николай Ермаков, старшина первой статьи запаса, служивший с 1975 по 1978 год на Северном флоте в 23-й дивизии кораблей охраны водного района, передал привет своим сослуживцам из Волгограда, с которыми, к сожалению, потерял связь. И здесь вот я сегодня ходил, смотрел, сколько приезжаю, никого из Волжского, там товарищ со мной, Валерий Беляев, если слышит меня, видит, привет ему, мы с ним, он вспомнит трудные времена, начало нашей службы. Саша Рыбалкин, Василий Царев с Красноармейского района, вот это Волгоградцы просто, я на вскидку кого только помню. Митинг закончился праздничным концертом, а по улицам города весь день гуляли волгоградцы в тельняшках и ездили машины с андреевскими флагами и песнями моряков. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Скоро в школу! А у нас школьная ярмарка Маркет Фест. Рюкзаки, констовары, школьная форма и подарки учителям в одном месте и по доступным ценам. С 12 по 31 августа. ТРЦ «Акварель». Центральный атриум. Супер-акция на имплантацию в стоматологии «Лазурь». Только до 31 августа швейцарский имплантат «Нобель» по невероятной цене. 39 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. Три тройки, три восьмерки. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Хотите быть стильными и красивыми? Салон «Формула красоты» ждет вас и предлагает уютный парикмахерский зал. Маникюрные и косметологические кабинеты. Вертикальный солярий. Волгоградский флебологический центр. Мы лечим варикозную болезнь и геморрой лазером уже 16 лет. Консультация опытных врачей-флебологов СУЗИВЕН за 1500 рублей. Варикоз, тромбоз, геморрой, боли в ногах. Мы поможем каждому пациенту. Запишись на консультацию на сайте или по телефону 47 47 14. Лечение больных вен – наша профессия. Это Павлик. Он не любит, когда во время стрима отваливается Wi-Fi. Когда папа Виталик постоянно перезагружает роутер. Павлик любит. Стабильный интернет и проверенные роутеры. Поэтому дом у него – дом.ру. Успейте заказать. Скидка. Памятник из мрамора с установкой. Всего за 17 тысяч рублей. Мастерская Кураткова. Телефон 504 400. Памятник 34.рф. Мастерская Кураткова. Мастерская Кураткова. Мастерская Кураткова. В Волгограде уже несколько дней держится жара. А это значит, что местные пляжи пользуются спросом у отдыхающих. В такие дни спасатели Восвода проводят профилактические рейды и напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать правила безопасности при купании на водоемах. Если следовать статистике, то абсолютно все случаи гибели людей на воде, в том числе детей, особенно детей, произошли, как правило, в необорудованных местах. И в результате ослабления или полного отсутствия контроля со стороны взрослых за находящимися в воде детьми. Поэтому особое внимание сотрудники Восвода уделяют безопасности детей и делают на этом акцент при проведении профилактических мероприятий. Сколько бы раз ни проводились профилактические мероприятия, сколько бы ни общались с людьми, с отдыхающими, все равно на берегу очень мало детей видно спасательные средства. Ни спасательных жилетов, ни нарукавников, на детях практически нет. Наша задача, конечно, направлена на то, чтобы детей попросить, прежде чем идти купаться, предупреждать родителей. А родители все-таки следить за своими детьми. Поэтому лишний раз отдавая методические пособия, напоминаем тем самым правила безопасности элементарные. Спасатели раздали отдыхающим памятки, в которых прописаны правила безопасности, и провели беседы со взрослыми и детьми. Так, читать умеете? Книжки есть любимые? Вот тебе для книжки. Держи, закладывай. Держи, положи огурец. Все, руки вытри. Вот, молодец. Держи, тебе закладывай. И тебе для книжки закладывай. Сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области убедительно просят волгоградцев купаться только в разрешенных для этого местах. Не входить в воду в алкогольном опьянении, не оставлять детей без присмотра, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки и в случае опасной для жизни ситуации звонить по телефону 112 или 101. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Телеканал Волгоград-1. Волгоградская область настолько огромна, что более 300 километров отделяют административный центр от городов на самых крайних ее рубежах. Но еще в 2014 году губернатор поставил задачу обеспечить достойный уровень комфортной городской среды в населенных пунктах Волгоградской области вне зависимости от численности населения и удаленности от регионального центра. Уже на протяжении 7 лет подряд все муниципальные образования нашей области получают многомиллионные гранты, как областные, так и федеральные. Победителем пятого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году стала конкурсная заявка благоустройства экопарка в городе Жирновске. Это парк удивительный, это конкретно реальная экозона в городе Жирновске, это любимое место отдыха жителей Жирновского района. И все очень рады, что мы победили в конкурсе федеральном и выиграли и привлекли в район 50 миллионов рублей федеральных средств на реконструкцию экопарка. Вошедшая в проект территория – самая крупная рекреационная площадка города. На всей ее площади произрастают сосны, многим из которых скоро исполнится 100 лет. Задача и цель этого проекта – максимально сохранить ценный лесной парк в центре города, учесть также историю и идентичность природного ландшафта. Здесь именно сложность в том, чтобы как раз-таки сохранить и найти тот баланс между новыми объектами и уже природными. Этим экопарком люди уже давно пользуются, уже проложены, так сказать, протоптанные дорожки природного характера, техногенного характера. Мнение жителей для руководства города было и остается приоритетным. Благодаря активному информационному сопровождению в мероприятиях по голосованию приняло участие более 6 тысяч жителей. Опросы помогли выявить предпочтения по форме и содержанию обновленного парка. Переход на новый этап непосредственной реализации требует мониторинга соответствия конкурсной заявки, так как это является обязательным условием участия во всероссийском конкурсе и освоения федеральных средств. Именно с этой целью объект благоустройства 27 июля с рабочим визитом посетили заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, руководители ГБУ Волгоградского архитектурно-планировочного бюро и Волгоградского регионального центра компетенций по вопросам городской среды, а также представители подрядной организации. У нас по всем объектам благоустройства все равно мы осуществляем контроль, выезды, безусловно, на все объекты во время проведения мероприятий. В том числе, как видите, на этот объект мы приехали, причем на объект мы приехали как и планово, так и для решения совместно и с муниципалитетом, вместе с местными гражданами, с подрядчиками и так далее. Вопросы, которые, можно сказать, надо урегулировать. К уже существующим объектам, которые продолжат жизнь в данном парке, можно отнести летнюю танцевальную площадку, тир, летнее кафе, летний кинотеатр, воркаут-площадку, которая будет дополнена новыми тренажерами. И, конечно же, в глубине парка не изменит своего расположения площадка военно-боевой техники. И сейчас, если есть какие-то доработки, нюансы, то они не принципиальны, они чисто связаны с какими-то вопросами на местности, то есть кардинальных изменений первоначального задумки не будет. В рамках проектной заявки предусмотрено устройство пешеходных зон, велосипедные дорожки, эко-тропы, наружного освещения, размещение малых архитектурных форм, беседок, скамеек и урн. Уже произведен демонтаж входной арки, на смену которой совсем скоро придет новое. На территории появятся полюбившиеся многим современные объекты, такие как павильоны буккроссинга, выставочный туннель и памп-трек. Поля для игры «Лазертак», веревочный городок, в детской зоне расположится мини-парк «Тридесятое царство», который будет выполнен в природном стиле. Органичная интеграция вышеупомянутых зон и оборудования в естественную среду лесопарка были отмечены жюри Всероссийского конкурса. Именно благодаря оригинальности проектных решений, конкурсная заявка, разработанная Волгоградским региональным центром компетенций по вопросам городской среды, получила высокие оценки и завоевала победу. На сегодняшний день у нас уже идет реализация этой концепции. Администрация города нам активно помогает в этой реализации. И очень интересно сейчас наблюдать, как воплощаются все идеи, которые были отражены на бумаге, как появляются новые дорожки, новые функциональные зоны. Надеемся, что это будет соответствовать все концепции, и все жители города будут приходить сюда с удовольствием проводить время и отдыхать. На сегодняшний день городской парк считается самым популярным местом для семейного отдыха, спортивных и музыкальных массовых мероприятий. Многие пространства города Жирновск уже благоустроены, являются местами скопления жителей. Но город, как живой организм, меняется каждый день и постоянно нуждается в обновлении. В свое время, еще в 2014 году, губернатор Монградской области, герой России Андрей Иванович Бочаров поставил перед нами, перед главами муниципальных округов и районов, задачу. Как можно больше принимать участие в проектах федеральных. Очень много было принято решений и реализуется сегодня региональных программ. И мы очень активно принимаем участие во всех этих программах. Мы двигаемся от центра города и расширяем эту территорию. Хотя на сегодняшний день мы параллельно занимаемся подготовкой этих проектов. То есть, допустим, нам посчастливилось еще победить в каком-то проекте. Мы не думали, а куда же дальше освоить. У нас это все есть уже подготовленный дизайн проекта, визуализация. Движение в ногу со временем и только вперед к победе. Именно такой линией придерживается город и его руководство. Но за успехами стоит не просто уверенность, а поэтапная подготовка и огромная работа. В этом году элита армии России, воздушно-десантные войска отмечают 92 года со дня основания. 2 августа 1930 года во время военных опытно-показательных учений на окраине Воронежа впервые в СССР для выполнения боевой задачи было осуществлено полноценное десантирование на парашютах группы из 12 человек. В этот день по традиции по всей России прошли праздничные мероприятия. Полковник запаса Валерий Александрович Фролов начал службу в ВДВ в 1968 году и посвятил ей 25 лет. Сделал 6 прыжков, я уже делал осознанно, уже знал, что да, я буду именно десантником. Единственное, что я просто не знал до того, когда меня призвали в армию, я не знал о том, что есть Рязанское воздушно-десантное училище. А когда я уже прибыл в воинскую часть, в Витебскую 103-ю дивизию, знаменитую, которая принимала участие в Афганистане, там я уже увидел офицеров, и когда уже у них спросил, а где готовят офицеров-десантников, они мне сказали, где. И я тут же написал рапорт и поехал, поступил в эту училище. Поздравить ветеранов ВДВ, а также своего сына-десантника Волгоград из Екатеринбурга приехал фронтовик Владимир Степанович Лупейко. 9 мая ему исполнилось 100 лет. Служил на Дальнем Востоке. Воевал с японцами. Освободили от японцев Китай. Вот моя основная военная служба. А потом служил, после окончания военной инженерной академии, служил на Урале. Майор запас Александр Тюрин начал свою службу в десантно-штурмовой бригаде Забайкальского военного округа на границе с Китаем. Еще застал красные береты и погоны. Сегодня Александр Евгеньевич в свои 72 года в хорошей спортивной форме. Занимается бегом и плаванием. Также помогает молодым десантникам, которые проходят лечение в военном госпитале после ранений. Самое главное внимание, которым они так нуждаются. Они наши дети, несмотря уже на возраст и даже и такие испытания. Я три раза ходил к ним. Ребята боевые, которые, несмотря на свои ранения, говорят, мы своих не бросаем. Они подлечились и опять поехали туда. Поэтому я просто горжусь молодым поколением, которые вот с таким сознанием, ответственностью за страну, выполняют свой служебный и воинский долг. Старе! Огонь! Молодые десантники, братья Дмитрий и Ярослав Зиркач, также отслужили в воздушно-десантных войсках. Старший Дмитрий ощущения от первого прыжка помнит и сейчас. А Ярослав боялся высоты, но смог побороть свой страх. Да, это самое незабываемое ощущение. Потому что, ну, многие знают, что когда ты отделяешься от самолета, надо вести отсчет 501, 502, 503. Но у меня захватило дух, так как это было первый раз. И когда я пришел в себя, начал делать отсчет, на 502 у меня уже открылся купол. Я смотрю, что я просто парю над землей. Молодые люди подчеркивают, что ВДВ в бойцах воспитывают дисциплину. О службе в войсках мечтали с детства. Элита всегда хотел, не знаю, всегда такое чувство патриотизма было именно к этим войскам. Плюс физическая подготовка, уровень здоровья категории А всегда проходил. Я вижу в лице десантника этого прятого, охоженного мужчину, знатного, в физической форме и без каких-либо плохих, вредных привычек. Если надо, будем защищать Родину. Отслужившие в крылатой пехоте молодые люди поделились и тонкостями службы. В двух словах. Квадратное катаем, круглое носим. Кто не знал, танк из толкача тоже заводится. Валентина Конышева, Мария Сергеева, телеканал «Волгоград-1». В лесопитомнике состоялась очередная экологическая прогулка в рамках проекта «Очистим зеленые легкие камышина», направленная на воспитание бережного отношения к природе городских жителей. На этот раз в ней приняли участие волонтеры, региональная общественная организация содействия инвалидам, Центр социального обслуживания и специалисты отдела государственной статистики. Несмотря на 30-ти градусную жару, камышинские активисты вышли на экологическую прогулку в лес. Его загрязнение волновало неравнодушных жителей уже долгое время. Именно поэтому, вооружившись перчатками и мешками, команда отправилась на борьбу с мусором. В самом начале прогулки участников ждал небольшой сюрприз – эффектный приезд камышинских байкеров, которые привезли подарки региональной организации содействия инвалидам «Равный мир». У нас есть жилетки, нас все знают, нас узнают. А теперь узнавать будут вас. Держи. Вот. Лайка! Ура! Футболка с логотипом, зеленый гаусток и стремление помочь зеленым легким камышинам вновь задышать объединили активистов. С позитивным настроем они приступили к уборке мусора. Сотрудники отдела государственной статистики в городе Камышин рады принять участие в этой экологической акции. Воспитание экологической культуры с детства и бережное отношение к природе – это залог здоровья для всего человечества. Участие нашего отдела в подобных мероприятиях стало традицией, которую мы планируем продолжить. Каждая прогулка – это не только возможность навести порядок в лесопитомнике, но и узнать о его истории, пообщаться с единомышленниками, поиграть на свежем воздухе и насладиться пикником. Такие экологические акции помогают не только городу стать чистыми, но и нам самим понять, что то, что мы имеем чистый город, это может быть и нашей заслугой. Причем ребята с инвалидностью, для них это очень важно. Не ограждать их от каких-то трудных заданий, а включать их в посильно, чтобы они тоже могли приносить какую-то социально значимую пользу. Лесопитомник в Ниалуми считается памятником природы, поэтому важно относиться к нему бережно. Благодаря проекту прогулка получилась действительно увлекательной, а мусора в лесу с каждым разом становится все меньше и меньше. Снежана Шаповалова, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Деревья, кустарники, газоны, клумбы и цветники – все это зона ответственности и МБУ благоустройства. Несмотря на нехватку рабочих рук, учреждение старается справляться имеющимися силами, чтобы ни одна зеленая зона не осталась в Камышине без должного ухода. К сегодняшнему дню коммунальщики уже привели в порядок улицу Ленина. Деревья мы все подстригли, все стволы освободили от поросли, значит, приствольные круги мы почистили, будем стараться поддерживать это все. Объектов много, поэтому идем по плану. По плану идет покос травы. Одна из главных задач, стоящих сегодня перед работниками участка «Зеленое хозяйство». Сорную растительность уже убрали на улицах Фабричной, Каховской, Мира и Гоголя в районе первой школы. В порядок привели и Каштановую аллею в пятом микрорайоне. Здесь, кроме того, покрасили ограждения и фонарные столбы. Косари работают и на набережной. На минувшей неделе они дошли до здания музея. Сейчас покос ведется с 6 до 15 часов. Я хочу поменять график работы, для того, чтобы мы работали не до 3 часов, а весь световой рабочий день. Но я думаю, что мы к этому вернемся в следующем году. Ну, может быть, какую-то экспериментальную бригаду сделаем. То есть график у нас 12 часов с 6 до 6 и работаем 3 через 3, допустим, или 2 через 2. Вот планы у меня такие, потому что световой день летом очень большой. И за этот день можно сделать много. Покос травы осуществляется согласно установленному графику. При этом и на обращение граждан учреждения старается реагировать оперативно. Заявки отрабатываются при первой возможности. За придомовые территории отвечают управляющие компании. А вот на участке между дворами, в парке, скверы и на другие общественные пространства уже выходят сотрудники благоустройства. Точно так же, не только в плановом режиме, идет обрезка сухих деревьев. У нас есть две вышки. Составляем график и идем. Отработали несколько адресов. Люди звонят, мы реагируем. Может быть, говорим, ну вот не на следующий день, но через неделю мы вернемся к этому адресу. Если уж где аварийная ситуация, конечно, выйдем, эту ветку спилим. Есть у нас бригада, которая вот сейчас занимается на Некрасово. Всю улицу привели в порядок для того, чтобы работало уличное освещение. У нас же проблема еще с этим. Дерево выросло, значит, уличное освещение не работает. Работают сотрудники зеленого хозяйства и на Ниве ухода за городскими клумбами и цветниками. За каждым закреплен свой участок, а при необходимости к работе подключаются еще несколько человек. В ближайших планах освежить клумбы у средней школы номер один. Ежегодно благоустройство высаживают в городской черте молодые деревья. Традиция будет продолжена, а где именно появятся новые растения, решат в скором времени. Чтобы в Камышине было ярко и зелено, прикладываются большие усилия. Однако ценят эти труды далеко не все горожане. Данная проблема новым руководителям учреждения также взята на особый контроль. Мы постараемся сделать так, чтобы город был наш зеленым, красивым, нарядным. Как у нас было раньше, было у нас на доме там, да, Камышин лучший город на земле. Давайте к этому стремиться. Александр Маяков, Евгений Кочаков, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ. Критерии, по которым межведомственная комиссия оценивает готовность учреждений к учебному году, все те же. Это обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, состояние коммуникаций, кровли и фасада зданий, благоустройство и озеленение территории. Также проверяются материально-техническая и методическая базы, качество проведенного за лето ремонта и оформления групп. Хочется отметить традиционное большое творчество, инициативу работников дошкольных учреждений, которые вместе с родителями огромную работу проводят по оформлению групповых помещений, по насыщению их методическими материалами. Большую работу сделано в плане подготовки именно с точки зрения ремонтных работ. Нынешним летом косметический ремонт провели в детском саду номер 6. В одних группах заменили линолеум, в других – настенное покрытие. Одно помещение переоформили полностью, образовательное пространство сделали отвечающим самым последним методическим рекомендациям. Также учреждение пополнилось новыми игровыми и дидактическими пособиями. Мы обращаем большое внимание образовательной среде. Каждая группа, соответственно, с возрастным цензом готовит свою предметную среду, старается соблюсти стандарт федеральный и также добавить что-то новое, потому что к новому учебному году меняется возраст детей. Все соревнуются между собой, добавляют, так сказать, изюминку в каждую группу. В этом году большое внимание в шестом садике уделили прилегающей территории. На каждой веранде отремонтировали полы, обустроили во дворе две новые песочницы, освежили все остальные. Главное новшество – образовательные теренкуры. Это специально разработанные маршруты с игровыми и познавательно-исследовательскими зонами, экологическими и оздоровительными тропами. Это интересная такая среда, которая будет работать. Даже мы планируем и в холода, в зимнее время года, но пока что у нас только что в этом году начало положено. И мы предлагаем пройти, можно посмотреть по табличкам, начиная с того, что когда дети будут подходить, уже с родителями при приеме в детский сад, они будут видеть то или иное образовательную среду. На определенной площадке на территории, также по всей территории тоже есть разметка, где можно подойти, прочитать экологическую направленность этих табличек, ту или иную. Это сделано не только для детей, это сделано и для родительской общественности, для общего образования. На территории 48-го детского сада этим летом также появилась экологическая тропа. Здесь оформили метеорологическую площадку, где дети могут подробнее узнать о временах года и явлениях живой природы. Укреплена методическая база дошкольного учреждения. Внутри косметический ремонт провели во всех возрастных группах, а две логопедические обновили капитально. Также был отремонтирован спортивный зал, который пополнен спортивным оборудованием, полностью комплектом мячей, полностью комплектом скакалок, обручей, какими-то играми для движения. Также оформлен музей «Маленький волгаренок», в котором мы знакомим детей с природой малой родины, с приметами. Также оформлены интерактивные игры, которые очень интересны детям. Они любят ходить в этот музей, потому что там мы знакомим с природой Полгоградской области. В регионе продолжает действовать программа по предоставлению образовательным учреждениям субсидий на приобретение и замену оконных блоков, а также ремонт кровли. В 2022 году старые деревянные окна на новые пластиковые заменены в пяти дошкольных учреждениях города, а кровли отремонтированы в детских садах номер 19, 32 и 38. Главная наша задача создавать условия для того, чтобы дети могли получать качественное образование, были нормальные условия для работы педагогов, персонала, чтобы была комфортная среда. Надеемся, что приемка пройдет на хорошем уровне. Наши городские учреждения образования будут готовы в полном объеме к приему детей 1 сентября и проведут этот учебный год достойно на высоком уровне. На этой неделе приемка к новому учебному году прошла во всех Камышинских садиках, а с пятницы комиссия начала проверять школы и учреждения дополнительного образования. Ежегодно от падений с высоты в стране гибнет большое количество детей. Одна из основных причин детской смертности и травматизма – падение из окна. Из-за естественной любознательности дети очень уязвимы перед раскрытым окном. Об этом Камышанам регулярно напоминает Центр Планета Молодых. Из года в год печальная статистика только растет. Если в 2020 году в России из окон выпало больше 1300 детей, то в 2021-м таких сообщений зарегистрировали уже почти полторы тысячи. Более 120 случаев закончились смертельным исходом. В теплое время года падения учащаются, поэтому ежегодно в летние месяцы волонтеры выходят на центральные улицы города, чтобы напомнить родителям – открытое окно – это опасность для ребенка. Необходимо знать правила, дабы уберечь детей от таких случаев. Например, надо закрывать ручку, блокировать ее, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть. Или же закрывать окно, когда в помещении есть дети. Правила, которые необходимо соблюдать во избежание падения детей из окон, указаны на информационных листовках. Их добровольцы раздают прохожим, рассказывая о том, как защитить ребенка от падения из окна и предотвратить возможную трагедию. Главное – не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыты окна, даже на короткое время. Статистика утверждает, что в 70% случаев падение происходит в течение первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра. Современное пластиковое окно может открыть даже двух-трехлетний ребенок, на что ему хватит и 30 секунд. Нужно запомнить то, что москитная сетка не защищает ребенка от падения, наоборот, она провоцирует его, обокачивается на нее. Также стоит убрать от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог самостоятельно собраться на подоконнику. Нельзя приучать ребенка играть на подоконнике, поскольку он будет повторять это в отсутствии взрослых. Москитные сетки не следует использовать без соответствующей защиты окна. Открыть его самостоятельно маленькому непоседе не позволят специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности. Говорить о дополнительных тратах в данном случае неуместно. Речь идет о детской жизни, которая бесценна. Надо следить за своими детьми и беречь их здоровье. Областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас» состоялся в станице Кумылжинской. Мастера народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества из 16 районов нашей области и 6 регионов страны показали свое мастерство. Открыли мероприятие казаки из конного клуба имени генерала Бакланова из Суровикино. Под исполнение народных песен участники фестиваля отправились в казачий городок с традиционными казачьими подворьями, где учились изготавливать традиционные куклы, вязать из пуха, лепить из глины, керамики и не только. Детские хореографические коллективы представили номер «Славься наш казачий край». В финале мероприятия небо над Кумылгой раскрасил яркий салют. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограда ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 23 до плюс 25, днем от плюс 29 до плюс 32. Субтитры создавал DimaTorzok